Давайте будем нести с густолюдем! Права на ошибку у художника нет. Как с помощью песка можно расслабиться и отдохнуть в песочнице или на морском песчаном берегу? Спросим у уссурийцев. Насыпали песка, да, и делали горки из них, такие, как сказать, городки, да, строили вот так. Никто не рушил? Рушили, знаете, вот гады рушили. Получается, были у нас такие враги-мальчики, так скажем. Вот, рушили нам все, вот так. Но все-таки детство было весело, как бы, и песочница Совсем хорошо, что они были, и, как бы, хорошо есть, что вспомнить. На дороге была связана, когда работала с тренингцей с песком. Отделывала квартиру, там тоже песок нужен был в мое время. Я если на море еду, я закапываюсь в него и лежу в песке. А зачем? А? Зачем? А, лечится. Морской песок он лечит. А? Да, лечит эрикулит, лечит ноги. Ну, хотел поиграться в песочнице, а не получилось, потому что какашки были в песочнице. И, в общем, короче, я расстроенный домой пошел. Люди, выгуливайте собак в нормальных местах, а не в песочницах. Рисовать песком можно без стекла и видеокамеры. Как? Попробуем вместе с Эмилией Водопьяновой. Я выбрала трафарет, потому что его проще залить клеем для тех, кто вообще не умеет рисовать. Кладем трафарет на основу. Картон, например. Зальем клеем ПВА или нанесем его с помощью кисточки. Мы покрасили клеем. Теперь нужно просто сверху посыпать песком. И все. Песок перед употреблением следует подсушить. Как подсохнет, аккуратно оторвите трафарет. Дети и так любят в песке копошиться в песочнице на улице. Но если вы не можете выйти на улицу, вы можете нагрести песка и дома позаниматься с ребенком. Рисование песком развивает координацию, память и даже улучшает работу мозга. Попробуйте и вы. Вспомните детство. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова